Всех приветствую на нашем канале, уважаемые зрители, подписчики. В этом видео поделюсь с вами рецептом бесплатной прикормки для зимней рыбалки. Также эта прикормка подойдет для рыбалки весной, летом и осенью. Но больше она актуальна именно для зимней рыбалки, потому что она очень мелкого помола и не стоит абсолютно ничего. То есть себестоимость этой прикормки выходит рублей 5. Куда еще более халявный, я даже не могу предположить. Думаю такой вариант понравится многим. 5 рублей за прикормку своими руками. В предыдущем видео я показывал отличную прикормку для зимней рыбалки. Но именно это видео больше для тех людей, у которых больше бюджет на рыбалку, которые могут найти и купить какие-то специальные хорошие компоненты. А это прикормка именно для тех, кто вообще не хочет тратиться на рыбалку от слова совсем. Но также горит желанием сделать прикормку своими руками, чтобы поймать больше рыбы на рыбалке. То есть нас смотрят разные зрители. Кто-то хочет на халяву просто сделать прикормку и поймать много рыбы. А для других же зрителей не важна стоимость прикормки своими руками. Главное, чтобы она была одной из самых лучших. Поэтому большинство из наших зрителей имеют в своем арсенале компоненты для рыбалки, на основе которых можно сделать самую-самую лучшую прикормку своими руками. Ведь только самые лучшие прикормки и создаются опытными профессионалами, опытными рыбаками и так далее. Я, так как владею огромным количеством рецептов готовых прикормок, также у меня есть рецепты собственных прикормок, которыми я ловлю, которыми я делился уже и год назад. Многие до сих пор этими прикормками ловят и никакие другие им не нужны. Но так как у нас канал Авторская Прикормка, здесь я показываю все рецепты, которыми сам ловлю, которыми не сам ловлю. То есть канал, где вы узнаете про все возможные рецепты, все, которые существуют в природе. И тут уже каждый сам выберет, какой рецепт кому интереснее и как у кого он в их местности работает. Все нужно самостоятельно пробовать на своих рыбалках и выбирать для себя лучший вариант. Во-первых, исходя из собственного бюджета, исходя из рыбы, которую вы ловите и так далее. У каждого рыбака свои цели и так далее. На нашем канале я лишь представляю все рецепты по возможности. И свои товарищи, и тех людей, которые пишут мне на почту, просят показать их уловистые рецепты, которыми они ловят не один десяток лет. Мне часто пишут на почту люди, которые говорят, что пользуются одним конкретным рецептом, и всегда они на него ловят. И никакие другие рецепты им не нужны. И никогда они подобные видео не смотрят. И такими рецептами этих людей я уже делился на нашем канале. Они очень сложные и недешевые в изготовлении. Эти видео набрали мало просмотров, потому что такие видео, они на узкий круг зрителей. А это видео именно для всех, кто хочет просто по халяве сделать прикормку хорошую, проверенную, рабочую и наловить много рыбы. Поэтому, пользуясь этим рецептом, не забывайте писать слова благодарности. Вы же взрослые люди, и нужно быть вежливыми. Напишите хотя бы просто спасибо за видео, рецепт интересный. Я уверен, что многие этот рецепт применяют и самостоятельно до него пришли, по ходу рыбалки. Так как многие опытные рыбаки схожи в знаниях, и кто-то может придумать аналогичный рецепт и его применять давным-давно. Но не все делятся своими рецептами, а я на нашем канале показываю все рецепты, которые каждый из вас сможет приготовить. Итак, хватит болтовни. Думаю, все подробно рассказал. Теперь приступаем к самому рецепту, в котором вы все узнаете и подробно все расскажу вам про каждый компонент. Первый компонент – это простые отруби пшеничные. Продаются они на рынке. Можно их скупать килограммами. Стоят копейки. Отруби – это самый-самый дешевый компонент в прикормке. Вообще он нежелателен. Но если мы с вами хотим экономить, то для нас это просто компонент на вес золота. Ведь если мы экономим на прикормке, то мы должны использовать отруби. Поэтому используем стакан отрубей в данном рецепте. Дальше у нас идет один стакан картофельной муки. Что это такое? Ни в коем случае не путайте с крахмалом. Это картофельная мука. Она готовится следующим образом. Она также подается и в готовом виде, но можно сготовить и своими руками. Мы же хотим сэкономить, мы же хотим подешевле, поэтому мы будем эту муку делать своими руками. Готовится она легко и просто. Каждый раз, когда мы дома едим картофель, что-то из него готовим, картофельные очистки мы не выбрасываем. Мы их высушиваем. И уже высушенные картофельные очистки мы перемалываем до такого состояния. Это тот компонент, который будет отвечать за привлечение абсолютно всей рыбы. В нем содержится огромное количество аминокислот и других макро- и микроэлементов, которые нужны рыбе и которые хорошо пригодятся нам в этой прикормке. Высыпаем один стакан и по возможности добавляем сюда одну столовую ложку какао. Если какао нет, то просто не добавляем. Какао здесь нужен для ароматизации. Все это тщательно перемешиваем. И перед рыбалкой зимней замешиваем дома постепенно с небольшим количеством воды. Можно добавить немного живого компонента, опять-таки же исходя из ваших возможностей. Это прикормка, себестоимость которой 5-10 рублей за килограмм. Дешевле просто не придумаешь. Куда дешевле, я уже не знаю. Надеюсь, вам этот рецепт понравится. Вы возьмете его на вооружение и будете с ним хорошо ловить рыбу. Ведь он, помимо того, что это самая дешевая прикормка, это еще и самая лучшая из дешевых прикормок, которая будет хорошо привлекать и удерживать рыбу в правильно выбранном месте. Отруби, мука из картофельных очисток и немножко какао для ароматизации. Лучше просто не придумаешь. Пользуйтесь прикормкой во благо и не забывайте про вежливость. Меня честно огорчает, когда я вижу по 10 тысяч просмотров, по 20 тысяч просмотров и ни одного комментария со словами благодарности. Неужели в нынешнее время все стали настолько потребителями и всем плевать на чужой труд, всем плевать на то, что никто никому ничем не обязан. Я же этим видео делюсь от души, хотя мог бы и не делиться. Но я по жизни добрый человек и привык помогать людям. Поэтому с вас, я думаю, не убудет написать хотя бы один комментарий. Это поможет в развитии канала очень хорошо. И пишите также ваши комментарии, какие еще прикормки показать из дорогих, из дешевых компонентов и так далее. Сегодня одна из самых бюджетных прикормок, но проверенная годами, очень уловистая. Этой прикормки больше 10 лет. Рецепт простой и эффективный. Отруби у нас всегда были, мука из картофельных очисток тоже всегда была. Потом на смену ей стали добавлять и кукурузный глютен, и другие всяческие добавки, такие как рыбная мука и так далее. Но, конечно, это все будет уже влиять на стоимость прикормки. То есть, прикормка будет у нас становиться дороже и дороже. А я знаю, на ютюбе большинство людей любят простые и практически бесплатные прикормки. И вот сегодня одно из таких я поделился. Конечно, много секретов не показываю на ютюбе, потому что, во-первых, их крадут, а во-вторых, простым рыбакам многие секреты вовсе и не нужны. Поэтому смысла их показывать нет. Но большинство из них я показываю спонсорам нашего ютюб-канала. Поэтому не забывайте подключать спонсорство и смотреть действительно профессиональную информацию. Опять-таки же, эта информация нужна только тем людям, у которых есть деньги на компоненты, которые готовы спонсировать канал и так далее. Для людей, которые хотят просто похалявить, что-то посмотреть, такие видео и вовсе будут не нужны. Потому что элементарно такая информация для людей будет неактуальна, потому что они не захотят тратиться на компоненты. А если ты не потратишься на них, то ты ничего толкового не приготовишь. Ну, я думаю, все люди и так это понимают, особенно опытные рыбаки. А сегодня видео для народа, так сказать, для людей, тех, кто хочет подешевле. Вот такая вот прикормка простая. Также на нашем канале есть прикормка из хлеба и валерьянки, тоже очень эффективная и рабочая. Более 10 рыбалок я с ней показывал и более 10 видео с подводных съемок было. Просто берем валерьянку и берем немного хлеба. Все это делаем до состояния каши и прикармливаем точку. Очень хорошо на такую прикормку отзывается карась. А сегодняшняя эта же прикормка, она под всю рыбу. Был рад поделиться полезной информацией. Не забывайте подписываться на канал и желаю вам всего доброго. До скорых встреч!